так осталось полчаса на заводах заставляли и вам желаю плохому не учу перед нами друзья очередная фотография мой брат Юрий Владимир Железов присылает мне ролики в основном это касается неудобно говорить сам хозяин сайта уникальный человек выдающийся человек скорее как организатор уникальнейший на его канале погоду делают мягко говоря странные люди чтобы не обижать назовем их странными так и вот очередной бедолага высылает вот такую фотографию так сейчас я уменьшу чтобы вся уходила сюда вот такую фотографию присылает так вот она целиком влезла и спрашивает что же мне делать народникам вы уже знаете есть две версии понятно если бы я мог бы туда писать не получая взамен кому грязит уже ну что бы я написал или мой брат мы с два сапога с братом погодки вот что бы мы написали мы написали по этой фотографии причину установить невозможно а значит способы лечения тоже невозможно начали бы так же ну пожалуйста возьмите это же просто кто-то уже отрезал ветки поторопился кстати отрезать надо не летом летом нельзя нарезать ждал бы уже до осени пусть бы дальше дохли то есть не до осени а до весны единственное время обрезки ранней весны во время высокого движения точка остальное время пусть сухие висят и никому не мешают это тоже часть учебы ну далее мы бы с братом сказали покопайтесь там раскопайте может быть он был посажен мы ничего не видим может ему 3 года может ему 25 лет раскопайте посмотрите сколько там до колья осталось не было заглубленного с 5-го с 10-го года когда угодно можно начать убирать вот вот это скорее всего причина мы не знаем подчинялся этот человек обычным этим веянием то есть осветлял и что только не делал тоже не знаем мы не знаем откуда он попался допустим у дороги себе продавал кто-то привез в Молдавию он может где-то в среднем мы не знаем где этот человек видите пишет сохнут а вот хотя бы саженцы молодые а ну все тогда сужаем круг это весной посадили зачем садили то купили выбрасывайте сразу ну вот и человек не просто а это такая нормальная причина это понять гниет на корневой шейхе вот чем обработать Ольга тут как тут это номер один все поставил ничего не знает знаю что это саджи возможно с Молдавии с Крыма это в лучшем случае а то еще и может быть с этой самой Италии с Сербии с Голландии а то все довезут к нам Сербии там как мне рассказывали собирают прямо с этих с мусорных свалок они выбросят наши подберут поняли и вот дальше вы уже понимаете дальше этого у них образованности не хватает вот лучше бы не быть образованным вы уже поняли ну нереально где вы видели тут гриппа ведь это же саженец купленный полудохлый конечно он был не это конечно он при посадке такого мысля представить невозможно чтобы по железу полкрона отрезать хотя бы может быть ты исчезаешь он и должен так а может быть с листьями был куплен и начал дохнуть с листьями видите весной посадили ну как так вот зачем вот это ведь человек пойдет дальше то что начинается хорус поняли и это тоже Марина тоже вот все такой же диагноз а потом начинает друг с другом а бальдовская жидкость да а как же вот и пошло поехало пошло поехало и вот получается вот такое я не говорю что это самошедший дом но это и не серьезно вот Ольга не серьезно нельзя так чего ты взялась вся капрыска и теперь он он купил где-то молодой саженец он меня обрезал при посадке вот мы ничего о нем не знаем как залубил неизвестно это 90 100% причин а потом а потом я вам покажу вот про эти самые как нарочно вы плодом вместе вспомнили его видели хорус хорус запомнили я пишу пока пока мой спор без предмет ген вы знаете единственное кого они переплюнули это богослов средних веков знаете как они спорят сказать за стулья держитесь возьмите за стулья серьезно у них спор был научный сколько чертей уместится на конце иглы смеетесь а это так что не то же самое хорус смотрите дальше мнение братьев железовых ни одно дерево из миллиардов не вылечено это не причина а следствие вы понимаете сколько бы они учили этот хорус диагноз поставили дурацкий они никогда ни одно дерево из миллиардов потому что причины неизвестны из миллиардов ни одного я жизнь прожил уже это скоро будет 40 лет как я этим занимаюсь профессионально я не шучу вы видели мой 5 гектарный сад до пожара до до поджога вот вы даже не представляете что это такое когда знаешь сотни тысяч случаев знаешь что вылечить невозможно невозможно а вы же человека гоните куда вы гоните в магазин вы гоните тратить деньги вы гоните купить этот самый яд а потом дышать этими ядами отравить почву отравить червей ну еще пройдет скоро вернемся только чуть позже но я вот это взял я не помню вот тут я помню потому что там вот такие эти самые вот такие специалисты здесь командуют сразу диагноз поставил представьте я врачу я приду и скажу у меня болит живот он мне тут заскажет посмотрит да ощупает может быть даже пройдется с этим как стетоскопом да а потом скажет вот вы мастесь мастесь вот это есть как бы ваш этот аналог вот это самое вот это ваш уровень а это уже другого какой-то канал и там тоже много-много я забыл какой канал имеет ли он отношение к нашим героям вот этим или не имеет вот я сейчас о другом человек просит помочь ну естественно лучше бы это вот такие фотографии а им цены нет это как раз для лучших студентов для экзаменов ну давайте смотреть ну во-первых мы не знаем что делается внизу это яблони она покрепче там покрепче абрикоса груши да вот но кстати вот это тоже уже нельзя исключать здесь же видите холма нету да вот меня смущает что уже вот здесь вот обратим внимание что вот эта часть коры уничтожена грибы грибы повторяю уже наверное 180 раз а может быть 320 сбился со счета грибы едят только мертвое участок когда кора мертвела поселяются грибы здесь не поселился здесь поселился обрабатывать нельзя выжигать нельзя помните это идиотский совет правильно лампы вот сдирать нельзя ничего нельзя для начала хорошо бы посмотреть очистить от травы посмотреть не заглублена ли она где-то вы знаете как бывает он растет себя растет до поля до времени а гниносный процесс вот тут это меня смутило нижняя часть ну давайте искать еще причины или хотя бы гипотезы мы будем дальше а если этот мудрый человек помните сколько раз упоминала вырезать ей чаши а если этот мудрый человек послушал это в другом месте она постоянно светится я не стал бы ее постоянно теребить она просила меня хватит надо издеваться я еще раз говорю извинитесь перед братом перед сыном передо мной не обязательно я вот такой вот и все и я буду просто уже без вами вот так же показывать но без вашей фамилии вот пожалуйста будьте добры вот нельзя такие оскорбления потому что вы не меня оскорбили когда тысячи человек и вы называете это ерундой и другими грязными словами а они-то верят вам что это значит это значит что они вот так и будут чаши делать поняли поэтому война не закончена я понимаю вы беззащитны у вас нет никаких козырей у вас нет ничего кроме этих самых знаний начала века чаши делать вот человек сделал чашу сюда пошел мороз сюда пошел мороз и вот эта часть ясно что она омертвела вот это не гриб сюда пошел и начал жрать остальное дерево это мертвевичину захватило гриб уже позже вот вам и чаша ну хорошо давайте я уже сказал вспоминаем еще раз гриб основания штамма на это указывает вот эта часть так значит здесь страшная обрезка сюда добрался мороз омертвел вот так смотрите вашу чашу омертвел а теперь читаем сильно запущено вычистить до живой древесины а бронот это 10% купороса вот я просто взял пирожа там же так идет вычистить там пошли опять этот самый опять эти яды опять эти кропоросы вот все тоже я выбрал только одну чтобы время не терять вычистить до живой древесины вы представляете если сейчас это уже ясно бесполезно что тут чистит она мертва вот здесь если я вычистить страшная рана еще быстрее обрет спасти его практически невозможно если бы здесь найти причину сам внизу еще может быть вот здесь вот как-то раскопать оголить дать проветриться в принципе дерево уже умер тут два варианта первый она начала погибать допустим когда-то была посажена без обрезки и чем выше тем хуже может быть какой-то нормальный мороз возможно сперва эта часть заболела высохла и тогда вы отрезали вышившую часть а может быть вас научили делать чашу то есть заранее отрезали вот ну через это самое что так плохо что так плохо потому что посадили вы это дерево правильно то есть заранее отрезав верхнюю часть кроны скорее всего половину вот этого не было бы не может дерево любое дерево посаженное на новое место без обрезки кроны с целой кроной калека автоматом по полстепени калека чем лучше корни тем меньше калека вот вот я столько вам договорил чашу это значит что такой же специалистик там десятка наказанный кос обработает купорос ну что толку то от вашей купороса то же самое что зайти в палату умирающего медведев реанимации и обработать их дезотаратом то я сам кстати на спирту железо написал бы признайся чашу делала вот так бы я написал но потом меня запросили вот